Декабрь стал официальным приглашением Мандалусей в зимний период, в то время года, когда низкие температуры еще больше подчеркивают очарование многих больших и малых городов автономии. Здесь, в этом специальном выпуске «Туристическая Андалусия сегодня» мы суммируем основные моменты этого месяца. Мы начали месяц, побывав на церемонии открытия сезона 2016-2017 одного из наиболее посещаемых зимних курортов Европы – Сьерра-Невада, который в этом году впервые станет центром проведения чемпионата мира по сноуборду и лыжному фристайлу. И, иначе и быть не могло, наш канал посвятил специальную программу для обзора всех новинок горнолыжного курорта в этом сезоне. Параллельно, Андалусия приняла участие в многочисленных фестивалях, которые прошли по всей ее территории. Праздник оливок Фиеста де ла Сейтуна де Мартус – это именно тот случай. Он проводится в память о каждом сборе урожая этих фруктов и отдает дань работе всего производственного сектора, вращающегося вокруг оливок. Или Фиеста Верхин де лос Ронделес, где в ночь с 12 на 13 декабря огонь заполняет улицы малаганского города Касара Вонейла. Кроме того, в провинции Малага прошел праздник Фиеста де льдия де ла Хева, в котором Антекера и ее районы вновь были украшены в честь святой девы. Это событие имеет статус праздника туристического интереса и является идеальным местом для того, чтобы продегустировать традиционную рождественскую домашнюю выпечку. Но если чем-то и характеризуется декабрь в Анталусии, так это именно празднованием самого волшебного периода в году – Рождества. И проведение Рождества в Анталусии может стать незабываемым событием в жизни. Улицы, украшенные сказочным освещением, города, заполненные десятками рождественских рынков, живые или шоколадные билены и тысячи мероприятий для детей и взрослых, которые делают этот период года еще слаще. В общем, декабрь – это месяц, который ставит финальную точку завидному туристическому году и открывает двери обнадеживающему будущему, где Анталусия предложит в очередной раз все свое самое лучшее.